Добрый день. Ребята, мы продолжаем подготовку к единому государственному экзамену. У нас сегодня третье занятие. Сегодня мы будем рассматривать задание номер 24. Давайте вместе прочитаем суть задания номер 24. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении говорит о программе импортозамещения. Опираясь на текст и общественные знания и факты, соответственно, получается, обращая еще раз ваше внимание, если в вопросе упоминается такое словосочетание, как общественные знания, надо понимать, что в тексте по большому счету на данный вопрос ответа не будет. Вам надо будет из контекста текста понять, о чем идет речь и самостоятельно дать ответ. Раскройте сущность политики импортозамещения. Это первое задание. Вы скажите два предположения о том, как программа импортозамещения может повлиять на экономику. При этом обращаю ваше внимание на то, что задание номер два довольно сложное. Вам нужно не только сказать суть понятия импортозамещения, но и привести пример, на пример, да, как данная политика отразится на экономике. Это следует учесть. Давайте вместе посмотрим на примеры. Пример номер один. Сущность политики импортозамещения в чем выражается? Это создание продукции, вид, который активно импортируется в страну, внутри самой страны, ее совершенствование и продвижение на мировой рынок. Давайте еще раз вместе внимательно прочитаем данный отрывок ответа. Создание продукции, вид, который активно импортируется в страну. Обращаю ваше внимание, слово импортируется. Импорт это то, что мы себе ввозим, а не вывозим из страны. Обратите на это внимание. Следующее. Таким образом, показатель уровня импорта данной продукции снижается, заменяясь экспортом. Программа импортозамещения может способствовать наращиванию несырьевого экспорта, повышению конкурентноспособности, встраиванию компаний, осуществляющих свою деятельность внутри страны, в мировые производственные и технологические объединения и альянсы. Так, давайте вместе подумаем, сколько баллов можно было бы поставить за данный вариант ответа. Ну, вроде как бы начало было правильное, но то, что понятие импорт-экспорт путает выпускник, это очень плохо, да? Это показывает уровень подготовки, а потом уже по нарастающей идут следующие ошибочные выводы из этого. Поэтому данная работа оценивается 0 баллов. Так, второй пример. Так, давайте тоже вместе прочитаем. Политика импортозамещения направлена на вытеснение импортной продукции отечественными производителями как на отечественном рынке, так и на мировом. То есть, получается, вот с примером номер один, посмотрите разницу, да? Импортной продукции, которая в нашу страну попадает, вытесняется отечественными производителями, как из внутреннего рынка, так и на мировом рынке. Так, следующий элемент ответа. Импортозамещение дает больше возможностей для производства продукции отечественных производителям на отечественном рынке, что ускоряет рост внутреннего валового продукта и повышает уровень жизни граждан. Потом второй блок ответа. Представление отечественных товаров на мировом рынке способствует укреплению внешнеэкономических связей, предоставлению льгот в мировой торговле, формированию выгодных соглашений с другими странами, а также оказывает положительное влияние на уровень внутреннего национального продукта. В данном случае, в ИНП написано. Так, и данная работа оценивается двумя баллами. Ну, по-моему, понятно, почему. Так, и на сегодняшний день, на сегодняшнем занятии мы рассмотрим последнее задание. Это задание номер 25. Задание номер 25 относится к повышенному уровню заданий. Оно довольно сложное. Давайте вместе его прочитаем. Используя общественные знания, раскройте смысл понятия инфляции. Далее. Составьте два предложения. Одно предложение, содержащее информацию о трех видах инфляции в зависимости от темпов. Ребята, я еще раз подчеркиваю, это очень важно, да? Не любые виды инфляции, а именно зависимость от темпов. И следующее предложение. Одно предложение, раскрывающее любое последствие инфляции. К чему ведет инфляция. Предложения должны быть распространенными и содержащим корректную информацию, то есть правильную информацию о соответствующих аспектах понятия. Давайте посмотрим вместе первый пример. Инфляция это повышение цен на товары и услуги. Цена на товары и услуги. В зависимости от темпов различают ползучую, галлопирующую и гиперинфляцию. Одним из последствий инфляции является обесценивание доходов населения. Дам небольшое количество времени. Давайте вместе подумаем, это является полным правильным ответом или нет. Надо обратить внимание на то, что когда эксперты ставят оценки, они должны учитывать два фактора. Вот два балла и два балла, общее количество четыре, но при этом два балла ставится за первый блок, за определение понятия. Только в том случае, если понятие раскрыто в полной мере. В данном случае мы этого сказать не можем, поэтому за эту работу будет оценка 2 плюс 1. Нет, я неправильно сказал. 1 плюс 2. Потом вырежут, да? Второй пример. Вместе прочитаем тоже. Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги, обесценивание валюты. Обратите внимание, что тут использовано понятие валюта. Противоположный процесс – это дефляция. Несколько правил тут как бы нарушены, да? Когда я даю определение понятия, не нужно строить определение на антонимах, на противоречиях, что это не является тем-то. Это ответом все равно засчитываться не будет. Или второе. Тогда, когда я даю определение понятия, мне нужно дать определение данного понятия, а не пытаться несколько других понятий тут использовать с расчетом на то, что это будет расценено как правильный ответ. Потом виды. Ползучая, галлопирующая, гиперинфляция. По происшествию некоторого количества времени на одну и ту же сумму можно купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Так, в данном случае подумайте, насколько правильным является данный вариант ответа. В данной работе составлено предложение, содержащее информацию о видах инфляции, но при этом последствия инфляции все-таки не раскрыты. Почему? Потому что вот то, что через какое-то количество времени я смогу меньше товаров купить за эту же сумму денег, это как за последствия мы засчитывать не можем. Но при этом в целом, хотя и ошибки тоже есть, в целом определение дано правильно, поэтому за эту работу оценка будет 2 плюс 1. Так, третий пример. Инфляция это повышение общего уровня цен на товары и услуги. В зависимости от темпов роста цен инфляции разделяют на ползущую, галлопирующую и некое понятие появилось генерирующую. Одним из последствий такого роста цен является массовый голод. Так, в данном случае, конечно, сразу можно сказать, что вот когда я беру два правильных понятия, а третье у меня неправильное, я в общем смысле не понимаю, о чем идет речь и это ошибочное осуждение, к сожалению. Обязательно ведет к массовому голоду тоже ошибочное осуждение, поэтому, к сожалению, вот это все у меня минусуется. Определение понятия инфляции повышения общего уровня цен на товары и услуги в зависимости от темпов роста цен это в целом правильное определение, хотя и неполное, поэтому 1 плюс 0. я обращаю внимание на то, что очень хорошо нужно отрабатывать момент понимания самого сути задания. Если вы это будете делать, у вас все получится. Спасибо за внимание. Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...